День знаний сегодня отпраздновали и представители высшей школы. Барнольские вузы приняли первокурсников. Парад линеек начали в Аграрном университете. Традиционно она прошла в 9 часов утра. Как говорят вузы, аграрии должны вставать с восходом солнца. Поэтому с первого дня их приучают к будущей профессии. На торжественной церемонии первокурсники возложили цветы в благодарность от самоснователям учебного заведения. В стенах вуза вы получите не только профессиональное знание, вы сможете развить свои личностные компетенции. Кто-то силен в спорте, кто-то в творчестве, кто-то в общественной жизни, а кто-то будет продолжать грызть гранит науки. Все это в новых лабораториях, в новых учебных классах и центрах вы сможете получить. На сегодняшний день в Аграрном университете 580 первокурсников. При этом вуз продлил прием абитуриентов. Для них выделено больше сотни бюджетных мест по востребованным направлениям подготовки. Подать документы можно до 10 сентября. На самом деле у меня очень давно была вот эта вот тяга к растениям каким-либо. В школе у меня любимый урок была биология, химия, поэтому мой выбор без раздумий пал на Аграрный университет. И здесь я уже выбирала, на какой факультет поступить. Ну и на самом деле вот ощущения очень волнительные, потому что это вот в первый раз, это от школы все-таки очень отличается. И я просто очень потерянно себя сейчас чувствую, но я думаю, я с этим очень хорошо разберусь, познакомлюсь со всеми и будет попроще. Студинческие билеты сегодня также получили почти 400 первокурсников Института культуры. Самый большой конкурс был на специальности актерское искусство, 9 человек на место. 30% абитуриентов поступили в вуз на основе договора о целевом обучении. После выпуска они будут гарантированно трудоустроены в направившие их учреждения. Половина первокурсников – лауреаты и дипломанты конкурсов высокого уровня. Профессии бывают разные, все они достойны, но работа в сфере культуры все-таки одна из самых счастливых, потому что вы работаете с красотой, с человеком, вы работаете с благородными целями и задачами, и эта профессия всегда будет нести в себе отдачу. Главный технический университет Алтайского края начинает учебный год в привычном очном формате, но с соблюдением мер санитарной безопасности. В университете провели торжественное собрание с первокурсниками. В этом году их больше двух с половиной тысяч. Здесь бы еще хотел отметить одну особенность приемной кампании этого года. Это то, что у нас в разы, в четыре раза увеличилось количество студентов, поступающих по целевому набору. Мы поняли, как эту работу вести, я надеюсь, что следующий год будет гораздо больше. Это очень выгодно и нам, потому что, получается, ребята ориентированные на работу, заинтересованность, полная заинтересованность наших предприятий, потому что они потом придут к ним на три года. Ну и здесь мы решаем и государственную задачу. В техническом университете после двух лет капитального ремонта запустили корпус «В». В нем усовершенствовали и материально-техническую базу конструкторского бюро. В главном корпусе классы оборудовали графическими сенсорными планшетами для проведения занятий студентов Института архитектуры и дизайна и факультета информационных технологий. Приемная кампания в техническом университете продолжается. 6 сентября ВУЗ зачислит бюджетников заочного института. 20 сентября совершит набор в колледж.